Салам астерма курумитте от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я хочу провести сегодня эфир по событиям, которые проходят в нашей стране. Вчера в Жан-Озене начались акции протеста против китайской экспансии. Сегодня количество протестующих резко увеличилось. Где-то на площади вышло около 800 человек. Протесты Жан-Озенцев поддержали в Шимкенте. Там тоже была организована серьезная поддержка. Акции протеста поддержаны в Ахтубе. Я сейчас знаю, что протестующие двигаются на новой площади в Алматы. Люди вышли в Астане. Организаторы митинга в Жан-Озене обратились с просьбой поддержать их протест. И вышли с предложением, чтобы завтра в 10 часов утра по всей стране возле Акиматов были проведены митинги. Митинги против китайской экспансии в Казахстане. В этой связи я хотел бы сделать заявление о том, что демократический выбор Казахстана безусловно поддерживает такого рода акции, митинги и протесты, связанные с китайской экспансией. И хотел бы коротко объяснить, чтобы вы понимали, что эти акции возникают действительно как реакции на серьезные угрозы со стороны китайского государства. Это угроза не выдуманная, не мифическая. Это угроза, которая, по сути дела, грозит потери суверенитета и независимости нашей страны. Для тех, кто не в курсе, я хочу сообщить, что около 40% различных нефтегазовых активов прямо или косвенно владеет китайское государство. При этом это не отдельные какие-то частные китайские инвестиции, частные китайские компании. Именно за этими инвестициями стоит государство, государство Китая. И вот представьте себе, что нефтегазовая отрасль минимум на 40% контролируется китайским государством. При этом вы все прекрасно знаете, что роль в поступлениях в доходах страны, именно нефтегазового сектора, чрезвычайно высокая. Это, по сути дела, отрасль, которая сейчас позволяет на плаву более-менее держаться нашему государству. Эти китайские компании не случайно присутствуют в Казахстане. Я многократно говорил, что китайские инвестиции приходят в Казахстан в соотношении 50 на 50. То есть Назарбаев является собственником с китайским государством, собственником всех тех предприятий, которые играют ключевую роль в развитии нашего государства. Если вчера, когда мы били тревогу, говорили о том, что присутствие Китая вызывает очень серьезные опасения, мы тогда говорили только в большей степени о нефтегазовом секторе, вы обратите внимание, что за последние где-то 10 лет ситуация изменилась, стала еще хуже. Китайское государство присутствует не только в нефтегазовом секторе. Чтобы вы понимали, сейчас их присутствие во всех ключевых секторах экономики. Во всяком случае, металлургии, руды, различные металлы, различная продукция. Все идет прямиком в сторону Китая. При этом, они идут не просто так. Все эти предприятия, которые реально контролируют Нусултан Назарбаев, получают многомиллиардные кредиты. И это касается не только так называемых частных компаний, так называемая евразийская группа. Это хром, ферросплавы, угольные предприятия и все прочие, которые бесплатно отошли в карманы евразийской группы, так называемых групп Машкевича, которые являются партнерами Нусултана Назарбаева. И эти кредиты через Государственные банки развития и по другим схемам, на самом деле, напрямую поступают на предприятия Нусултана Назарбаева. И реально за всем этим стоит государство, и они обеспечены активами государства, гарантиями государства, чтобы ни у кого не было иллюзий. Также серьезное присутствие Китая в инфраструктурных проектах Казахстана, нефть, газ, значительные объемы идут именно в сторону Китая. И как вы понимаете, львиная доля доходов уходит в карманы Нусултана Назарбаева совместно с китайцами. Почему львиная доля? Потому что вы все знаете, что именно в нефтегазовом секторе наши казахстанцы получают, ну возьмем, например, Ахтубе, возьмем Казалардинский регион, частично регион Магастал. Наши работники получают как минимум в несколько раз меньше, чем китайские работники. Реально в нефтегазовом секторе в указанных регионах зарплата около 150 тысяч тенге в средний месяц максимум, от 90 до 150 тысяч тенге. Но китайские работники получают во много раз больше. Это все прекрасно знают. Тревога наших граждан связана с тем, что они буквально, что называется, кожей чувствуют опасность, которая исходит от этих так называемых инвестиций. Наши граждане, не имеющие никакого отношения к этим доходам, китайским инвестициям, при этом, на самом деле, косвенно несут на себе бремя этих долгов. Эти проценты обслуживаются нашим государством, этими же компаниями, на которых вы работаете, на которых получаете ничтожные зарплаты. Это все, на самом деле, шаг за шагом приведет к потере основных наших активов, которые сейчас и так работают в режиме льгот. Вы знаете, что правительство приняло массу решений, когда китайские компании получают налоговые льготы. Они получают льготы по контрактам на недропользование. Они получают колоссальные скидки по перемещению этих товаров в сторону Китая. То есть, масштаб льгот огромный. И все это, конечно же, добром не закончится. Сейчас мы знаем, что правительство объявило о строительстве неких 55 заводов на территории Казахстана. Хотя пресс-служба Тахаева это опровергает. Говорит, что там никаких заводов не будет строиться. Вот буквально день-два назад вышли такие опровержения. Тем не менее, вы знаете, что и этот год, и прошлый год, и предыдущие годы Назарбаев прямо и открыто говорил о том, что на территории Казахстана будет построено более 50 заводов. Когда задавались вопросы, а кто собственник этих предприятий, они говорили, что эта информация является секретной, коммерческой тайной и все прочее. Вы все должны осознавать, на самом деле идет методичная экспансия. Экспансия именно со стороны Китая. Был исторический период, вы все прекрасно знаете, когда Казахстан был под гнетом Китая. Мы фактически, борясь за свою независимость, ее потеряли. Был период, очень серьезный исторический период, когда наша страна была под мощнейшим давлением Китая. Население наше погибало. Да, это провоцировали. Китайское давление было, чтобы джунгары пришли и захватили нашу страну. Это было не очень далеко. Мы все прекрасно знаем, каким государством стал сейчас Китай. Мы знаем прекрасно о концлагерях Китая. Это когда казанское, угурское, кыргызское население заключается в концентрационные лагеря, когда закрывают национальные школы, когда люди фактически не могут придерживаться той или иной религии. Это все Китай. Китай сейчас всемерно наращивает свою экономическую и политическую мощь. И практика показывает, что это для страны ничем хорошим не заканчивается. И все эти многомиллиардные займы, которые на самом деле берет не страна, а берет Назарбаев, они опутывают долгами каждого из вас. И, конечно, все эти тревоги очень справедливые. Мы поддерживаем требования организаторов. Мы поддерживаем обращение организаторов о поддержке и проведении акций протеста по всей стране. Мы видим, что граждане активно подключились к этому процессу. Это очень важно и, безусловно, окажет серьезное влияние на принимаемое решение нынешним президентом Такаевым, который, по сути дела, является маринеткой в руках Назарбаева. Мы все последние годы видим, что курс политический и экономический идет мощный разворот в сторону Китая. И Такаев, который долго года работал в посольстве еще Советского Союза в Китае, Карим Масимов, который возглавляет спецслужбы страны, который тоже учился и работал в Китае. Вся эта политическая верхушка направлена на то, чтобы усилить влияние Китая в нашей стране. И, конечно же, мы все должны понимать, что сейчас ситуация очень опасная. И все эти тревоги наш народ чувствует буквально кожей. Мы поддерживаем все эти требования. Мы поддерживаем акции протеста. Хочу заявить, что 21 сентября по призыву к демократическому выбору Казахстана в 14.00 по всей стране мы проводим митинги. Вы все прекрасно видите и понимаете, что 30-летнее правление Нурсултана Назарбаева завело нашу страну в тупик. Мы сейчас по всем основным ключевым экономическим показателям находимся за 100 странами. Входим в число, что называется, 100 худших стран мира. Не какие-то 30 лучших в мире или 50. Основные экономические индикаторы мы уходим за 100. И это вы каждый день ощущаете на себе. Когда ваши права и свободы подавлены. Когда вы не имеете работу. Когда нынешнее правительство, главе с Назарбаевым, регулярно обещает о различных социальных послаблениях, выплатах, АСП так называемые. Но мы видим, что матеря выходит на площади и требует поддержки. Мы знаем, что даже некая АСП, которая была выделена семьям, сейчас у многих отбирается. Притом претензии могут быть на уровне 500 тенге. Мы все эти случаи видим, наблюдаем, знаем. Мы знаем, что нынешний президент, исполнитель воли Назарбаева, ничего самостоятельного не может никакую линию провести. Что это просто кукла, но султан Назарбаева, мебель. Мы все осознали, что 30 лет правления Казахстаном, но султан Назарбаевым, привели страну в тупик. Мы говорим, что шал враг нашей страны, враг нашего народа. Шал бездым душфанамз. Поэтому 21 сентября мы призываем всех объединиться и выйти на митинги по всей стране. Мы 21 сентября должны предъявить власти все наши претензии, которые накопились за 30 лет управления страной Нурсултаном Назарбаевым. Это и экспансия китайцев. Это и нищенская жизнь наших граждан. Это и миллиарды долларов, которые ежегодно Нурсултан Назарбаев и его верхушка крадет у нашей страны, покупает недвижимость по всему миру, строит дома. Живут в роскошных домах в Швейцарии, в Англии и все прочее. И они живут на средства, которые похищены у нашего народа. 21 сентября мы призываем всех тех, кто недоволен режимом, у которых есть что предъявить режиму, объединиться и выйти в 14.00 по всей стране. Забыть какие-то мелкие претензии к друг другу. Мы можем сменить режим, если все объединимся. Для смены режима достаточно 3,5-5% населения всей страны. Это от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Неужели мы не сможем собрать в кулак все эти протестные силы? Можем. История многих стран, где во главе страны стояли диктаторы, показывает, что режимы такого рода неизбежно падают. И мы в этом году можем добиться успеха. Мы должны добиться успеха. Мы должны добиться смены этого режима. Не просто Такаева, не просто премьера Мамина, не просто председателя комитета национальной безопасности Карима Масимова. Нет, мы должны добиться полной смены режима. Построить парламентскую республику, чтобы голос каждого был слышен. Чтобы голос каждого влиял на решения, на ключевые решения нашей страны. Мы должны построить свободную страну. 21 сентября я пригласиваю вас выйти на митинг в 14.00 по всей стране. Алга, Казахстан. Продолжение следует...